Злата, привет! Поймал тебя в Digital October. Да, между работой и с новой работой. Отлично. К тебе вопрос такой. Что в твоей жизни значит социальные сети? Как они тебе помогают, мешают? Вот твои ощущения и, может быть, какие-то решения, которые возможны, которые ты применяешь? Ну, на самом деле я... Хотя социальные сети для меня являются еще такими источниками информации по работе и сами социальные сети являются объектами информации и объектами исследований. Прежде всего, для меня социальные сети — это средство общения, средство для коммуникации с людьми. Это источник информации, довольно мощный, особенно после того, что социальные сети превратились по типу Фейсбука в такие динамичные ленты, где, в общем, действительно появляется эта информация, а не просто фотографии, но все прочее. Прежде всего, это, конечно, средство коммуникации. Средство коммуникации с друзьями, с коллегами, с знакомыми, с новыми людьми, возможно. Потому что, может быть, отчасти средство продвижения, ну, в данном случае, это касательно работы продвижения тех материалов, которые я делаю. Ну, то есть, очень просто. Имеется в виду скорость, да, доступа информации? По сути, нет, я имела в виду просто написал материал, тебе кажется, что он интересный, ты хочешь, чтобы друзья прочитали и получил про это. И, ну, для конца, это очень удобно. Не нужно там рассылать всем или, тем более, звонить и говорить, вот, у меня ваша материала, поджидайте, пожалуйста. Вот. Другое дело, что в истории с социал-медиа-маркетингом я, наверное, разочарую тебя и впоследствии зрителя этого странного ролика. И скажу, что, во-первых, я в течение, наверное, последнего года не особо за трендами в этой области свяжу, во-вторых, сама я почувствовала, что как-то это все не особо развивается и, в общем, не очень интересно. Именно в сегменте социал-медиа-маркетинг. То есть, сам по себе, диджитал, там, это все есть, там, как-то, реклама, приложение, возможно. А ничего интересного за этот год, какой-то кейс вот именно с тупо, строго продвижением в социальных сетях, год назад все говорили, какие-то страницы, вообще не используем все равно, я, наверное, не зову. Более того, я сама просто в какой-то момент осознала, что мне этот вид коммуникации с любимым брендом для меня очень интересен. И даже, там, дошла до того, что потихоньку, если что-то вдруг в ленте всплывает, я потихоньку, как-то, там, не знаю, страниц производителя мобильных телефонов, страниц любимого магазина, потихоньку подписываюсь, потому что, ну, странно дружить со своим мобильным телефоном, странно разговаривать с магазином, и, в общем, как не очень правильно, что тебе предлагают дружить, там, не знаю, в твой холодильник. А ты успела услышать шутку Ашманова, Игоря, про то, как купили вот этот автоматический уборщик, который круглый ездит и собирает, и теперь у бабушки есть с кем поговорить, да? Да, ну, мне кажется, в данной ситуации было бы лучше, на самом деле, бабушке нанять компонентку, или почаще ее как-то выводить во двор, сажать на стульчик, разговаривать с соседками, такими очень пожилыми, или просто с ней побольше времени проводить, потому что это, конечно, не дело, когда бабушка разговаривает с роботами. То есть, у нас этого бабушки часто и бывают такими озверевшими, кидающимися на внуков, там, правнуков, и им хочется общаться. Вот, и как раз общение между людьми, мне кажется, это главный тренд, даже не главный тренд, тренд, это глупое слово, это основа социальных сетей, и мне кажется, что интернет всего в принципе, и что интернет будет двигаться, прежде всего, в социальные сети, в сторону вычеловечивания технологий, а когда, ну, я про это часто говорю, и не знаю, сможет это порезать, не сможет, но, привет, я говорю чушь. Когда люди пишут какой-то запрос в поиск, они очень часто, причем речь не о гитрах совершенно, они очень часто думают, что поиск может дать ответы на все вопросы. Смысл жизни, где? Если они нашли рецепт любимого салата, или узнали, как, там, не знаю, вылечить какую-то болячку, еще не факт, что им правильный рецепт, это же рассказал, да, и потом скажется, что им смогут там ответить, что мне делать, если от меня ушла на любимую девушку, или, да, что смысл жизни, вот. Поиск и экипы, безусловно, это сделать не могут, ну, вот так, по факту, скажем. И это очень грустно, потому что люди разочаровываются, вот. Поэтому я думаю, что дело за, в том числе, то, о чем здесь говорят, за тем, что люди будут общаться с людьми, посредством технологов. Понятно, спасибо тебе огромное, Злафа. Удачи! Я очень странная.